Всем привет! Сегодня, уважаемые зрители, посвящаю свое видео вот такому вот рабочему своему телефону модель TXET T511R Сразу скажу, для экономии вашего драгоценного времени что это не видео-взор нового телефона а наоборот, буду рассказывать, делиться своим мнением впечатлением о своем рабочем телефоне вот об этой модели отработал он 3 месяца у меня чем-то за это время он меня порадовал и наоборот огорчил буду рад поделиться с вами этой информацией надеюсь, вам будет интересно и полезно ну, начну по порядку чем меня порадовал этот телефон вот ну, когда я его приобрел понравился мне своим внешним видом почитал я аннотацию в общем, все мне устроило как бы да, купил, начал использовать порадовал, честно говоря, он меня тем, что достаточно быстро соображает то есть, быстро откликается на нажатие кнопок при включении, активации двух сим-карт сразу он готов к работе то есть, времени там не требуется ему, чтобы прочитать смски, контакты появились и так далее нет, он сразу готов к работе, все мне это, честно говоря, понравилось понравилось то, что он такой, достаточно защищенный корпус у него есть защитные шлюзы для наушников, гнезда и защитный шлюз для гнезда зарядки вот, я считаю, это неплохо вот, толщина корпуса в некоторых местах я даже замерял, где-то вот в этих местах около сантиметра неплохо, считаю понравился то, что у него достаточно звонкий звук ну, своеобразное такое звучание простенькое ну, для вызова хватает этого, кажется, за глаза для меня этого хватает этим я остался доволен здесь, кажется, претензий нет вот есть все необходимое внутри начинка самые простые, нужные функции для такого рабочего телефона не буду перечислять можете их найти в интернете посмотреть в описании все, что нужно, все здесь есть это все мне устроило здесь претензий к нему как бы нет да вот понравилось то, что у него мощная батарея достаточно здесь, конечно, производитель немножко слукавил там до 7 недель в режиме ожидания ну, на моей практике, скажу вам уже, уважаемые зрители 10-12 дней мне хватало одной зарядки это в режиме активности двух сим-карт и разговоров до 30 минут в день если же разговоров от 30 минут до часу в день то в таком режиме мне хватало одной зарядки на 7-8, максимум 10 дней ну, даже этого, я считаю, хватает за глаза это неплохо здесь тоже, в принципе, претензий к производителю нет что мне еще в нем понравилось ну, в принципе, продуманный, хороший, нормальный телефон и ценовая категория, скажем так, простая там, 3000 он стоил тогда 3 месяца назад, по крайней мере сейчас не знаю, вот я считаю, за такие деньги нормальный телефон единственное, пару моментов, пару нюансов вылезло в процессе эксплуатации, которые меня немножечко огорчили сейчас я о них вам расскажу ну, первое, с чем я столкнулся и заметил это небольшой такой нюансик, но тем не менее он есть и, может быть, производителю будет интересно тоже начали вот эти вставки именно которые в металлических пластинках они шататься, вот даже, наверное, слышно, щелкают то есть, когда в руках его держишь, разговариваешь вот даже они иногда пощелкивают ну, это как бы не сильно страшно дальше, что мне еще немножко так расстроило в нем когда он у меня падал да, сразу скажу, что специальных каких-то тестов краш-тестов я для него не сделал но, так, эксплуатация достаточно у меня активная была у него вот, значит, при падении с двухметровой высоты он у меня почему-то стал через какое-то время терять сеть ну, разобрался, в чем причина даже сейчас покажу и вам, в чем же была причина сейчас выключу его то есть, когда он у меня падал даже не специально стал терять сеть ну, разобрался, в чем причина сим-карты просто выезжали из своих гнезд из шлюзов этих соответственно, телефон их не видел приходилось разбирать телефон вставлять их обратно и пользоваться дальше вот, другого с ним ничего не происходило было так несколько раз я заклеил просто вот здесь скотчем потому что, ну, как бы, раз-два уроню его так уж получалось и связь, одна сим-карта постоянно теряла у меня сеть ну, это как бы устранил но, тем не менее, такой нюанс был так что, производитель, уважаемый тебе на заметку это раз ну, и второй момент да, краш-тест, который я ему сделал единственное свой это положил в полиэтиленовый пакет и засунул в морозилку в минус 20 на 1 час ничего с ним, кстати, не произошло уважаемые зрители меня это приятно удивило причем, сразу когда достал я его из холодильника он четко так же все работал не тормозил, не глючил приятно, честно, я удивил это и второй нюанс, который меня немножко расстроил это динамик и вода а именно когда я его в воду погрузил первый раз и второй раз вот, перед съемками, кстати, это было в принципе, все выдержало ничего не произошло но звук пропал то есть, динамик, видать, залило водой или что, почему, не знаю вот звук пропал был очень тихим пришлось мне телефон разбирать сушить тогда звук появился сейчас он работает все с ним нормально но, тем не менее вот такой вот нехороший нюанс вылез а так, в принципе, все вот такие вот моменты пока я в нем заметил уважаемый производитель без обид но, вот так делюсь такой информацией и с тобой тоже надеемся на дальнейшее исправление в общем и целом этой модели доволен остался буду пользоваться им и дальше вот и все уважаемые зрители пишите свои отзывы комментарии пишите, что у вас возможно случилось как из-за чего ожидать все всем пока с вами был Роман ждите мое новое видео с вами был Игорь Негода